хворостов владимир петрович сегодня у нас 26 июня 2011 года скажите пожалуйста владимир петрович было ли у вас ощущение надвигающейся войны что было ли у вас ощущение надвигающейся войны было немножечко перед началом войны но я служила в кадровой армии и нам политрук уже на вечерние поверки говорил что германия готовится к войне а что вы думали о войне в испании столкновение с японией на халкинголе но в испании это по-моему 35 год я еще был школьником в японии это халкинголы и острова остров хасан это я только что окончил среднюю школу что вы думали о действиях советского правительства накануне войны что можно было думать обыкновенная жизнь протекала как вы узнали о начале войны мы жили в палатках на границе с румынией на реке река пруд протекала жили в палатках и суббота на воскресенье 22 июня я был в городе белграде концерте самодеятельности я участвовал там я танцевал вот и ночью вдруг нас разбудил разбудили взрывы бомб мы выскочили из палаток а там рядом с нами были артиллерийские склады они горели у нас была команда получить винтовки патроны граната и идти к границе что мы и сделали несколько часов мы добирались до границы и в середине дня приняли бой впрочем нас воевала немецкая и румынская дивизии перед боем в нашей роте было 150 человек а к вечеру после боя это же 22 июня самый длинный день к вечеру когда после боя мы посчитали у нас остался 31 человек 120 человек полегло потому что неоднократно ходили в рукопашные из 6 офицеров остался один офицер мне было тогда 19 половиной лет какова была ваша реакция и что вы думали о причинах войны тогда тогда был молодой парень немцы решили увеличить свою территорию начали войну против нас они пытались за несколько месяцев буквально подавить россию дойти до урала наверно вы слышали речь молотова 22 июня 41 года а речь сталина 3 июля тоже слышал за и какое впечатление они на вас произвели тогда у нас какое надо было готовиться к дальнейшим боям они превосходили немцы превосходили нас во многом и вооружение во всем снабжение техники так что мы были слабее вооружены чем немцы не было более совершенное оружие оружие как вы были призваны в действующую армию я был призван в тридцать девятом году после окончания средней школы 18 лет на каких сражениях вам пришлось участвовать сражением на границе самый страшный бой у нас был самый тяжелый потому что 3-4 раза мы переходили в рукопашную это самый страшный может быть под городом николаев я защищал севастополь почти 8 месяцев это с октября 41 года по 2 июля 42 года морской пехоте париметчиком я был какие города вы освобождали еще но это уже сорок третий год было освобождение городов ну начиная с северного кавказа ростов потом донбасс вспомните пожалуйста один или несколько ярких эпизодов с вашим участием ну вот самое тяжелое и самый яркий бой был это 22 июня первый день войны самое тяжелое и самое напряженное а какое событие вам запомнилось как радостное запомнил что радостное событие радостный день победы конечно что остался живой после четырехлетней войны потому что моих сверстников почти никого нет с кем я воевал вот мы знаем что советские солдаты проявляли на фронте массовый героизм а что для вас послужило источником мужества ну это защита родины защита семьи ни шагу назад был мы же не могли оставить родину на поругание так что защищали свои семьи страну а можете рассказать о подвиге которому стали свидетелем ну таких случаев было очень много говорили за четыре года было очень много боев какой-то выделить единственный подвиг трудновато ну расскажите о каком-нибудь наиболее запомнившимся запомнился мне один случай ну это было в начале лета сорок первом году когда я не был ранен но у меня была прострелена гимнастерка и плащ палатка который нам лет была прострелена пулемет еще чуточку вперед и подальше боевик видимо был бы конец а так много случаев было а имеете ли вы награды? да имею орден отечественной войны медаль за отвагу за боевые заслуги и за оборону Одессы, Севастополя, Кавказ и еще много очень медалей а какая вам особенно дорога? особенно дорога была я в сорок первом году при отступлении получил за боевые заслуги мы обороняли нас четыре человека осталось мы прикрывали отход батальона и с какими чувствами вы шли на войну? на войну? с чувством надо защищать Родину а с какими возвращались? возвращались? с радостной победой возвращались домой с радостью а как вы воспринимали в начале войны то что Красной Армии пришлось отступать? ну к сожалению это было вполне так сказать реально и естественно дело в том что перед самой войной армией было обезглавлено командование был высший военный состав, большая часть были посажены в тюрьмы три маршала было расстреляно много посажены в тюрьмы там раньше были командиры армии, командиры корпуса там генералы, лейтенанты и так далее, полковники у нас полком командовал капитаном вместо того чтобы полком командовать полковник у нас командовал полком капитаном ввиду нехватки кадров высокого ранга а у вас были сомнения в победе? что? были сомнения в победе? нет, сомнений в победе не было потому что дух патриотизма был очень высокий а что вы знали о положении наших войск осенью 1941 года? осенью? да, осенью 1941 года а я в это время под Севастополем был мы обороняли Севастополь а как вы воспринимали то что враг подошел вплотную к столице нашей Родины? ну как печально конечно это было потому что я был на другом фронте во первых Минск буквально был занят через неделю после начала войны он шел очень быстро, враг выступал очень быстро потому что имел превосходство над нами и в вооружении и во всем в организации армии что вы почувствовали когда узнали о контрнаступлении под Москвой? ну с радостью восприняли это это было так неприятно это все, видишь, да? этот шаг, этот шаг было очень приятно, что наконец-то мы даем отпор немцам расскажите о своих командирах, кто вам больше запомнился и чем? ну командир батальона был такой капитан Миттепин в первом он жалил, был ранен командир роты был лейтенант Старчиков политруб Братко, которые были убиты в первом бою 22 июня у кого вы и ваши товарищи считали наиболее выдающимся блоководцем во время войны? ну Жуков, конечно изменилась ли ваша оценка сегодня? что? изменилась ваша оценка сегодня? по поводу того, что Жуков был самым лучшим блоководцем? изменилась ну там несколько, ну Рокоссовский плюс еще Рокоссовский тоже довольно профессиональный генерал а каково было ваше отношение к личности Сталина? отношение? к Сталину? ну тогда как к руководителю государства а на фронте были люди разных национальностей что по вашему объединяло представителей разных народов на фронте? вот действительно у нас в Роксе были много военнослужащих разных национальностей и грузины, и армяне, и средней Азии, и башкиры в общем не было никакой вражды и негативных явлений все воевали воевали за Родину а вы верили в Бога до войны? да, я крещеный а ваше участие в войне как-то повлияло на ваше отношение к религии? нет мы и я сельские жители у нас все эти обряды все сохранялись на фронте часто складывалось тяжелое положение как вам удавалось на ней падать духом? ну потому что настрой был на победу надо было защищать Родину поэтому и как удавалось поддерживать воинскую дисциплину? ну во-первых были волевые, так сказать, относительно командиры я приезжала в мае взаимное уважение было какое-то одна цель была победить а какую роль в развитии событий сыграл приказ номер 227 «Ни шагу назад»? ну это были созданные заградотряды вам лично приходилось с ними сталкиваться? приходилось что запомнилось и встреч с населением во время отступления? что? во время отступления, что запомнилось и встреч с населением? с населением? На нас со слезами, со слезами на глазах, наши отступления провожали жители веселённых пунктов. А где и когда это было? Это 41-42 год, два года. Мы же два года отступали. Это самые тяжёлые бои были. Самые большие потери были в 41-42 годах. Очень много попадало в плен. Сейчас до сих пор статистика ещё не может определённо сказать, сколько у нас там миллион якобы было убито. Миллиона в плен попало. По некоторым данным, два миллиона попало в плен в 41-42 году. При отступлении много попадало в плен. Как вас встречали люди в освобождённых городах и сёлах? Что? Как вас встречали люди в освобождённых городах? Ну, конечно, с радостью. А что запомнилось больше всего? Что? Что запомнилось больше всего? Ну, освобождённые населённые пункты. Народ выходил и с радостью приветствовал. Там выносили нам продукты. А каково было отношение к вам и вашим товарищам, населения освобождённых стран Европы в конце войны? В Европе я только в Чехословакии был. Ну, как они нас встречали, тоже с радостью. Мы освобождали их от фашизма. Как вы относились к немецким солдатам? Как вы их видели, воспринимали? Как врага. А первый пленный немец, которого вы увидели? Ваши чувства, впечатления? Что? Ну, первый пленный немец, которого вы увидели? Ну, мы, в общем-то, встречались, можно сказать, ежедневно. Почти встречались с немцами. Как с врагом, так с... А что вы чувствовали? Ну, мы видели в лице немцев врагов, которые напали на нашу страну. В составе вражеской армии были не только немцы, но ещё румыны, итальянцы. Румыны, итальянцы, испанцы были, да. А с кем было труднее воевать? Ну, в основном мы воевали с немцами. А с другими... Их не так много было, итальянцев, испанцев. Приходилось ли во время войны сталкиваться с власовцами или другими предателями? Нет, не приходилось. А каково было к ним ваше отношение тогда, к предателям? Как к предателям. Как вы относились к попыткам их оправдать? Ну, отрицательно. Смотря отрицательно, они перешли на сторону немцев. Это наши враги были. А вы сталкивались со случаем дезертирства? Дезертирства нет, не было. А каково ваше личное отношение к дезертиру? Ну, личное отношение отрицательное, конечно. А приходилось сталкиваться со штрафниками? Штрафниками, да. У нас не было штрафной роты. К нам в пехоту просто штрафников присылали. Потому что пехота – это самый уязвимый вид, то есть, самый уязвимый род войск. И больше всего погибло на фронте это пехотинцы. Были среди ваших знакомых люди, прошедшие через штраф БАД? Нет. Да, и прихожие пришлось отдать. Как вы относитесь к возможности человека искупить свою вину, которую давал штраф БАД? Ну как, если он провинился, значит, он должен свою вину... Расскажите о бытовых трудностях на фронте. Как вы их преодолевали? Бытовые трудности на каждом шагу были. Но за счет молодости мы их преодолевали. У меня было 19-20 лет. Всякие невзгоды и недосыпания. И потом целые сутки ты в Акопе находишься. Жить в Акопе – это не очень комфортно. В какое время года было труднее воевать? Что? В какое время года было труднее воевать? Зимой. Как вы оцениваете нашу боевую технику? Что? Как вы оцениваете нашу боевую технику? Боевую технику? Смотря что, под конец войны у нас начали хорошие танки, вот, Т-34 самолеты. А первые два года наша техника была хуже, чем у немцев. По своим качествам. Не хватало иногда автоматов. Ваше личное оружие, чем оно было для вас на фронте? Ну, личное оружие. Это мой пулемет. Я его несколько раз менял, потому что были такие случаи обстрела, когда я лишался его, но потом все равно. Личное оружие без него на фронте никуда не денешься. Как вы отдыхали на войне в часы затишья? На отдыха не было. Приходилось ли вам слышать выступления артистов, концерты фронтовых бригад? Нет. Была ли любовь на войне? У меня лично не было. Какая любовь, когда у нас ни одной девушки не было в части? Это работники тыла, штаба, офицеры, которые жили, допустим, в штаб армии, это он 20-25 километров от линии фронта. Там они жили по квартирам, в столовые ходили. А мы ждали вечера, когда нам привезут кашу и суп. А днем нельзя нам было подвозить. Днем подвозить нельзя было, потому что обстреливалось все. Мы только ночью нам подъезжала фронтовая кухня. И привозила пищу. Знаменитый наркомовский 100 грамм. Какое они для вас имели значение? Да, особого значения не имело никакого. Тем более, я молодой. Я и не курил на фронте. Отдавал свой табак. А 100 грамм, видите ли, если к вечеру приводили на 150 человек, а нас оставалось, допустим, 30-40, тогда водки этой можно пить сколько хочешь, но никто не перебарщивал. Пили по 100 грамм и все. Скажите, когда и откуда вы писали «Домой» и что сообщали родным о себе? Когда? Да, когда вы писали «Домой» о себе? Ну, это под вечер. Или когда затишье небольшое. Химическим кардашом писали. А что сообщали родным? А зимой портянки примерзали к ботинкам. Вот такой мороз был. А что вы сообщали родным? Ну, сообщали, что пока жив, чтобы не беспокоились. Вы писали обо всем, что с вами происходит? Нет, не обо всем, но о своем самочувствии, самое главное. А когда и какие известия вы получали из дома? Известия также, треугольнички нам присылали, сообщали родственников, как они ждут там. Вы были ранены? Нет. А вы были в плену или в оккупацию? Как вы и ваши товарищи относились к тем, кто побывал в плену? Ну, это уже выяснилось после войны. Потому что в плен попадали по разным причинам. В основном, люди, попавшие в плену, можно сказать, не виноваты. А были ли среди ваших знакомых такие? И знакомых? Да. Были. Что вы знали о союзниках СССР? О чем? О союзниках СССР. Ну, то, что нас информируют, то и мы знали. Насколько ощущалась на фронте их помощь? На фронте ощущалась их помощь? Ощущалась, да. Это самолеты, это машины, студебекеры, самолеты английские, американские. А вот какой помощи ждали вы от союзников? Ну, помощи в вооружении, в основном. Вы считаете, что их помощь была своевременной и достаточной? Ну, как сказать, в общем-то, да, нормально. А где и как вы встретили День Победы 9 мая? Что вы делали, что вы чувствовали? Я встретил Новороссийский. Там пришел английский эскадр. Был митинг. Салют был. А что вы чувствовали в тот день? Ну, чувствовал радость, что остался живой. Какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает события военных лет? Да, их много было. Ну, например, «Освобождение». Хороший фильм. Произведения какого писателя правдиво передают события войны? Симонов, Некрасов. Какой фильм? В окропах Сталинграда. А какой фильм или какую книгу прочитать о войне вы посоветуете молодежи? Ну, их очень много. Ну, вот, допустим, Некрасов, окропа Сталинграда. Как вы оценивали то, что после войны с Германией, Советскому Союзу пришлось воевать еще и с Японией? Что пришлось воевать? Ну, надо было наводить порядок на Дальнем Востоке. Вы принимали участие в войне с Японией? С Японией нет. Как вы восприняли победу над Японией? Ну, положительно. А что вы думаете, как вы думаете сейчас, почему началась война и как избежать ее угрозы в дальнейшем? Сейчас? Ну, почему началась тогда война, как вы думаете? А вот тогда? Да. Ну, это же не по нашей причине. Начал войну уже Гитлер был, конечно. А как вы думаете, почему он ее начал? Ну, он хотел завоевать частицу России, наверное. Закобалить нашу страну, потому что у нас большие ресурсы и природные, как сказать, ископаемые нефти, газы, лесы и все что угодно. А как избежать угрозы для нашей страны в будущем? В будущем? Ну, надо иметь хорошую армию, чтобы нас боялись. Хорошо вооруженную, профессиональную. А что бы вам хотелось еще добавить ко всему сказанному? Что бы вам еще хотелось добавить ко всему сказанному? Ну, хотелось бы, чтобы люди жили в мире. Потому что жизнь дается один раз. Как сказал Ленин, учиться, учиться и учиться. Что бы вам хотелось бы, чтобы люди жили в мире. Спасибо.